Да, добрый день, уважаемые коллеги, добрый день, Татьяна, большое спасибо компании Директ Медиа за приглашение, мы давно и замечательно сотрудничаем и обмениваемся вот такими вебинарами, то есть сегодня мы в гостях, сегодня мы на площадке компании Директ Медиа, и действительно, коллеги, мы сегодня будем говорить про систему антиплагиат в ВУЗе, как же ее из проблемы превратить в помощника, вот, Ну а сразу хочу оговориться, что наш сегодняшний вебинар не для тех, кто пишет работы, не для студентов, не для аспирантов и докторантов, наш сегодняшний вебинар для тех, кто эти работы проверяет, да, и давайте я начну с того, что расскажу, о чем же у нас сегодня пойдет речь, очень коротко напомню, что такое антиплагиат, Предполагаю, что люди, которые сегодня пришли, они в курсе, да, но очень же очень некоторые мифы про эту систему, да, которые вот хочется параллельно немножко развеять. Мы с вами поговорим о критериях оценки работ, о том, можно ли и правильно ли судить о качестве работ только по проценту оригинальности, рассмотрим такой вопрос, как цитирование и самоцитирование в работах, преимущественно будем говорить именно про студенческие работы, про ВКР, Потому что к научным работам требования немножко другие, да, вот рекомендую Наталью Логачеву к тем, кого интересуют диссертации. Я расскажу, конечно, расскажу обязательно подробнее про наш онлайн-курс повышения квалификации, который стартует уже 26 октября. Мы это сделаем в серединке нашего вебинара, сделаем небольшую рекламную паузу, обсудим перефразирование и переводные заимствования, как корректные практики и как попытки скрыть неправомерные заимствования, скрыть плагиат в работе, и разберемся, как же оценивать все-таки правомерность заимствований. И также покажу редактирование отчета в системе антиплагиат. У нас здесь постоянно происходят доработки, усовершенствования, наши разработчики не сидят сложа руки, поэтому, если вы не в курсе каких-то изменений, то вот рада буду вам показать. Так, я вижу, что уже знакомство у нас в чате произошло, да, многие представились, замечательно. Так, у нас 169 участников уже в чате, и думаю, что сейчас еще к нам люди присоединятся. Вот, итак, давайте мы будем начинать. Ну, антиплагиат, собственно говоря, по сути своей, это поисковик. Это специализированная поисковая система, которая предназначена именно для обнаружения заимствований в текстовых документах. Только запросом в этом поисковике является не какое-то слово или словосочетание, а целый текстовый документ практически любого размера и практически любого текстового формата. Результатом такой проверки, то есть ответом на наш запрос является интерактивный отчет, в котором подсвечены заимствованные фрагменты, показаны источники заимствования и рассчитан процент оригинальности. И хочу сразу оговориться, что вопреки своему названию система антиплагиат не ищет плагиат. Как работает система? Она сопоставляет текст, который вы в нее загрузили, с теми текстами, которые имеются в базе. И если где-то эти тексты пересекаются, совпадают или очень похожи, система выделяет эти фрагменты, красит, чтобы эксперт уже сделал свой вывод о правомерности или неправомерности этого заимствования. То есть покрашенный красным цветом в полном отчете кусок работы не означает, что это факт плагиата. Это означает, что данный текст совпал с каким-то другим текстом. Давайте сразу об этом договоримся. Сразу тоже хочу сделать оговорку, что у нас существует версия корпоративная, то есть версия, которая предназначена для вузов, для научных организаций, для редакции, издательств и так далее. И существует версия для частных пользователей. Здесь нужно иметь в виду, что если вы пользуетесь версией для частных лиц, это сайт users.antiplagiat.ru, и вы пользуетесь бесплатной версией, то, конечно, это бесплатная версия, как и любая бесплатная версия любого ПО, она имеет ограничения. Какого рода ограничения? Там проверки осуществляются только по открытым ресурсам сети интернет, это учебный и научный сектор. Поэтому, если проверить одну и ту же работу на ресурсе для частных пользователей, а потом проверить ту же самую работу, скажем, через систему антиплагиат ВУЗ, системы для корпоративных пользователей, результаты могут очень существенно отличаться. Понятно, почему. Потому что в корпоративной версии проверки идут по объединенной коллекции, которая включает и коллекцию диссертаций РГБ, и коллекцию e-library, и коллекцию ЭБС, в том числе университетская библиотека онлайн, у которой мы сегодня в гостях, и так далее. Поэтому, если вам необходимо, вот вы частный пользователь, физическое лицо, или вы преподаватель, и у вас нет корпоративной версии, если вам необходимо получить результат, приближенный максимально именно к корпоративной версии, мы рекомендуем вам использовать платный тариф. Этот тариф Full, вот он именно дает результат, максимально приближенный к результату проверки в корпоративной версии. И все, что я сегодня буду рассказывать, касается именно корпоративной версии. Если вы пока не являетесь нашим подписчиком, вы не знаете, что такое корпоративная версия, то в конце я расскажу, как можно с ней познакомиться, как можно потрогать ее руками, да, и узнать о ее функционале, примерить ее, да, на себя, подойдет ли она вашему вузу или вашей организации. Итак, ну, у нас я вижу, что сегодня международная аудитория, я вижу, что есть из Казахстана, из Кыргызстана участники, из, так, из Украины, по-моему, я видела, а нет, простите, это ДНР, да. Вот, ну, не буду перечислять, но я буду говорить все-таки для простоты на примере Российской Федерации. А вы уже, уважаемые коллеги, переносите на ваше законодательство, да, смотрите, есть ли у вас аналогичные документы. Собственно, выпускные квалификационные работы, они же дипломные работы в Российской Федерации обязательно должны проверяться на заимствование. У нас есть приказ Миноборнауки 636, который касается работ бакалавриата, специалитета, магистратуры. И у нас есть приказ 227, который касается научных докладов аспирантов, а также там адъюнктов и так далее. Вот, оба эти документа содержат очень мало конкретики. В них прописано, что конкретные процедуры, да, проверки, это все на усмотрение ВУЗа. То есть ВУЗам здесь дана самостоятельность. И, наверное, это неплохо. Поэтому здесь указан у нас третий документ. Это локальный акт конкретного ВУЗа. И, конечно, возникает вопрос, а каковы же критерии оценки? Ну вот, на сегодняшний день надо констатировать, что в Российской Федерации и в странах постсоветского пространства, где тоже очень активно система антиплагиат используется, сложилась такая ситуация, что критерием выступает процент оригинальности. То есть этот критерий устанавливается ВУЗом в инициативном порядке. Зачастую он устанавливается единым для работ разных жанров. То есть для диссертации и для студенческой работы один и тот же порог, что само по себе странно. И что самое неприятное, что очень часто этот критерий используется как единственный. То есть на основании только вот этого числового показателя делаются выводы. Конечно, это очень удобно. Почему? Потому что это быстро. Вам не нужно ничего анализировать. Вы посмотрели на число, загрузили текст в систему, посмотрели на число и сделали вывод. Так проходит? Хорошо. Не проходит? Плохо. Все. Вам не нужно брать ответственность на себя за редактирование отчета, за отключение каких-то источников. То есть это быстро, просто, легко и помогает избежать какой-либо ответственности. Но такая практика представляется некорректной. Представьте себе, что мы слушаем с вами оркестр. И мы оцениваем игру этого оркестра. И мы будем оценивать ее по одному единственному критерию – это громкость. Вот достигли громкости 80 дБ, например, значит, играет хорошо. Не достигли – все, значит, играет плохо. Насколько по нотам слаженно, выразительно или фальшиво играет оркестр, мы не будем брать вообще во внимание. Ну, согласитесь, это абсурд. Вот таким же абсурдом представляется оценка работ по такому критерию, как процент оригинальности. Вот возьмем трех студентов, как у нас принято, Иванов, Петров, Сидоров, у которых проверили дипломные работы, проверили ВКР, и система антиплагиат показала одинаковый процент, например, 60%. При этом качество работ будет совершенно разным. У студента Иванова работа по праву, и он в большом объеме цитирует нормативно-правовые акты, судебные акты, и поэтому оригинальный текст составляет 60% и, допустим, не дотягивает до той планки, которую установил университет. У студента Петрова работа по филологии, и он цитирует художественные тексты, литературные источники, анализирует, сравнивает, сопоставляет мнение литературных критиков. Не будем уточнять тему его работы, но вот так. И, конечно, за счет такого большого объема цитирования тоже его работа может не дотягивать до той планки, которую установил университет. Говорит ли это о том, что в работе есть плагиат? Нет. Студент Сидоров, ну, многие, наверное, помнят вот эту замечательную рекламу, которая была у нас в 90-е годы, да, что там, хер-школа, вот, школьник Сидоров, который бурно радуется тройке. Процент такой же, 60, но работа представляет собой компиляцию из чужих работ, сайтов готовых студенческих работ, то есть самостоятельности здесь ноль, да, вот, ноль самостоятельности, потому что наиболее важные части работы скомпилированы из чужих. То есть тем самым мы приходим с вами к выводу, что процент – это не главное, и судить только по проценту – это некорректно, как минимум. Большой процент еще не означает, что в работе нет плагиата, а процент, который ниже установленного, еще не означает, что в работе этот плагиат есть. Поэтому первый мой сегодняшний совет тем, кто проверяет работы, нельзя судить о качестве только по проценту оригинальности. Главным критерием должно быть отсутствие неправомерных заимствований. Правомерность этих заимствований должен оценивать эксперт. Как бы нам не хотелось, чтобы компьютер все сделал за нас, да, при всей мощи искусственного интеллекта, пока это невозможно. И инструментом эксперта является полный отчет, который формирует систему антиплагиат. Позже мы обязательно про него поговорим. Вот, ну, представьте себе, да, вы делаете рентген в поликлинике. Вы же не ждете от рентгеновского аппарата, что он вам сам, хотя сейчас все компьютеризировано, да, очень современная техника, но вы не ждете, что рентгеновский аппарат вам поставит диагноз. Вам диагноз ставит врач, который анализирует этот снимок, да, и уже приходит к каким-то выводам. То же самое здесь. Отчет — это рентгеновский снимок. Решение может принять только эксперт. Ну, давайте рассмотрим теперь подробнее, как же представляются результаты, помимо, собственно, вот этого процента оригинальности, который мы видим в первую очередь. Существует специальная страница результата в системе антиплагиат, где представлены четыре показателя. Это оригинальность, заимствование, цитирование и самоцитирование. Как складываются эти показатели, как работает вообще система? Значит, к цитированию относятся, во-первых, корректно оформленные цитаты. Имеются в виду цитаты дословные, слово в слово, а взятые. Что такое корректно оформленные, мы сейчас с вами подробнее чуть позже рассмотрим. Совпадение с коллекциями нормативных документов — это гарант и адилет. Шаблонные фразы или, как еще их называют, общепотребительные выражения, такие устойчивые конструкции слов. Библиография и совпадение с индексом одобренных документов. Про индекс одобренных документов тоже чуть позже расскажу. Далее может выделяться в работе самоцитирование. В студенческих работах это тоже бывает. Не так часто, как в научных, но встречается. То есть это фрагменты текста, которые совпадают или почти совпадают с текстом источника, автором или соавтором которого является автор проверяемого документа. Заимствование говорит о том, что найден аналогичный или очень похожий фрагмент текста, при этом он не является ни самоцитированием, ни цитированием, а вот не оформлен как цитата. Ну и оригинальный текст говорит нам о том, что совпадений не найдено. Так, мне пишут, что пропал звук и видео. Коллеги, я надеюсь, это только проблема у нас разовая. Можно нажать на огонек, если меня видно и слышно, пожалуйста. Так, отлично. Ну я вот надеюсь, что Татьяна сейчас поможет Нине Смирновой, да, как вернуть все. Спасибо. Значит, полный отчет. Главный инструмент при проверке работ. Я напомню, что выглядит он вот таким образом. То есть это текст самого проверяемого документа, текст, допустим, студенческой работы, который маркирован разными цветами. Зеленый цвет — это цитирование, желтый — это самоцитирование, розовый — это заимствование, и белый фон — это оригинальный текст. Вот эти наши четыре показателя, и справа имеется список источников, список источников, с которыми обнаружено совпадение текста. Начнем. Давайте мы с цитирования, потому что это, наверное, самый популярный вопрос, который нам задают. А вот как нужно оформлять цитаты, чтобы антиплагиат распознавал их как цитаты? Да, здесь важный момент, что цитирование — это совершенно отдельный показатель, который не суммируется ни с какими другими, то есть цитирование — это и есть цитирование. Значит, цитата. Если мы говорим про дословную цитату, которую студент берет слово в слово у какого-то автора, такая цитата должна быть обязательно заключена в кавычки, и дальше должно быть выполнено одно из условий. Либо указано полное имя автора и какое-то слово, которое обозначает высказывание, говорит, пишет, утверждает и так далее. Либо после цитаты стоит ссылка на источник, квадратные скобки или круглые, неважно, либо стоит сноска. Вот посмотрите, пожалуйста, на примеры, которые приведены на слайде. Значит, студенты часто берут текст дословный, но при этом не ставят кавычек. Да, у них есть сноска, да, источник есть в списке литературы, но кавычек нет. Для чего нужны кавычки, коллеги? Для того, чтобы отделить свой текст от чужого, четко. Вот это мое, вот это чужое. Про косвенное цитирование, про перефразирование мы поговорим чуть позже. Мы сейчас говорим про дословную цитату. Итак, со студентами, конечно, надо работать. Если вы берете текст дословно, вам это нужно действительно, вот, допустим, художественный текст, мы не будем же перефразировать, заключаем этот кусок в кавычки. Как это выглядит в системе антиплагиат? Посмотрите, пожалуйста, вот у нас фрагмент реальной статьи. Здесь очень большой процент составляет цитирование, почти 40%. Почему? Потому что, во-первых, библиография занимает 22 с лишним процента, и очень много цитат, потому что статья была посвящена анализу локальных актов вузов. Статья была опубликована, то есть этот процент не помешал нам эту статью опубликовать. Это статья наша с Юрием Чуховичем, с исполнительным директором компании «Этиплагиат». То есть каждый фрагмент, вот обратите внимание, кавычки, кавычки, квадратные скобки. Я не знаю, видно ли, да, можно себе увеличить слайд. Опять кавычки, кавычки, квадратные скобки. Кавычки, кавычки, квадратные скобки. Список литературы на сегодняшний день маркируется тоже как цитирование, поскольку он, вот как я показала, список литературы, вот смотрите, 22 с лишним процента может составлять. Вот здесь поменьше 11, но это тоже существенно. И если все-таки важен вот этот процент, что можно сделать? Можно кликнуть мышкой в любом месте вот этого текста и нажать «Отключить». В этом случае список литературы будет уже маркирован как оригинальный текст, то есть он не будет учитываться и не будет влиять на процент заимствований. В перспективе мы планируем доработать. Новый функционал у нас будет, да, когда можно будет список литературы вообще вынести за скобки и не учитывать его нигде. Ни в заимствовании, ни в цитировании, ни в оригинальности, нигде. Это правильно. Вот. Ну, на сегодняшний день вот такой, вот такой ход предлагается. Значит, шаблонные фразы. Ну, вы видите здесь примеры шаблонных фраз, которые могут в любой научной или учебной работе встречаться. Как правило, это не оказывает существенного влияния на процент, если все-таки он для вас важен. И такие вещи можно просто игнорировать при анализе. Ну, и, наконец, фрагмент нормативного акта. Вы тоже видите на слайде, да, что он выделен как цитата зеленым цветом. В данном случае это совпадение с коллекцией гарант, с коллекцией нормативно-правовых актов. Итак, совет номер два. Необходимо гибко подходить к оценке работ, которые не укладываются в требуемый процент оригинальности из-за большого объема цитат или из-за объема самоцитирования или по какой-то другой причине, да. То есть мы должны гибко подходить и посмотреть, что там внутри, а не отбрасывать сразу эту работу, возвращая ее студенту и вынуждая студента заниматься такими глупыми вещами, как перефразирование цитат и прочей ерундой. Простите уж за такое выражение. Вот, ну, несколько примеров мы привели, да, что это могут быть за работы. Почему? И хорошо, что каждый вуз индивидуально, самостоятельно определяет требования к работам. Более того, есть вузы, где разные направления подготовки имеют разные требования к дипломным работам. И здесь же хочу дать совет номер три. В вузе можно создать собственный индекс одобренных документов. Что это такое? Это набор, это кусочек собственной коллекции вуза, в который можно поместить, например, типовые методики расчета. Если у вас технический вуз и студенческие работы пишутся по какой-то стандартной методике расчета, там, не знаю, какого-то оборудования. То есть они будут один в один, вот эта методика расчета, будут у каждого свои. Если обязательно студенты должны включить в работу, например, технику безопасности, ну, вот просто таковые стандарты, да, должны включить ГОСТы, какую-то нормативно-техническую документацию. Если это экспериментальная наука, то какие-то методы, шаблоны описания экспериментов, которые обязательно, их нельзя менять, да, они должны быть вот такими стандартными, в психологии, там, в социологии, какие-то опросные листы, когда используется та или иная методика, то такие документы можно поместить в индекс одобренных вашего именно вуза, и они сразу по умолчанию будут выделяться, вот совпадение с этими документами в студенческих работах будут помечаться как цитирование. Этот функционал доступен администраторам системы антиплагиат, то есть он недоступен вот прям всем пользователям, да, администраторам. И функционал администрирования мы обязательно рассматриваем на нашем курсе повышения квалификации, да, то есть вот как создать такой индекс, мы обязательно тоже рассказываем. Итак, мы с вами обсудили цитирование, теперь давайте обсудим еще такую проблему, как самоцитирование в студенческой работе. Конечно, повторюсь, в студенческой работе это встречается реже, но встречается. Есть студенты, умнички, у которых уже есть научные публикации в журналах, например, и если студент в своей дипломной работе использует свои научные публикации, пусть они в соавторстве с научным руководителем, да, но он свой вклад внес, его фамилия там стоит, то это допустимо в любых объемах, так же, как в диссертационных работах, вот по аналогии, да. Конечно, обязательно ссылка на самого себя, то есть ссылка на источник. Вторая история, это когда, например, бакалавр пишет работу и использует фрагменты курсовых работ. Допустимо ли это? Да. На наш взгляд, да, если он продолжает ту же самую тему, он может опираться на то, что он уже сделал. Вот. Или, скажем, пишется магистрская диссертация, студент опирается на то, что он сделал в своей работе, когда был на уровне бакалавра. Но здесь нужно смотреть, то есть работа не может быть компиляцией курсовых, она должна содержать существенное приращение. В каком объеме это надо качественно оценивать, то есть пороговый процент мы тут с вами не установим, да, это должен смотреть именно научный руководитель студента. Как нам здесь помогает система антиплагиат? Как я сказала, в антиплагиате есть сегодня показатель самоцитирования, отдельный показатель. Как он рассчитывается? Во-первых, идет автоматический расчет, вот по этим коллекциям, и система сама подсчитывает процент самоцитирования. Для этого очень важно, чтобы был указан автор или авторы работы. Вообще предусмотрено автоматическое извлечение, если вы загрузили работу с титульным листом полностью, да, то антиплагиат умеет извлекать фамилию автора из титульного листа. Но на всякий случай нужно убедиться. Вот сейчас у нас был с коллегами опыт, мы проверяли студенческие дипломные работы, которые пришли у нас на конкурс Be First. Вот буквально 30-го числа будет награждение уже победителей, и совместно как раз с компанией Директ Медиа, с журналом Университетская книга, мы проводим вот этот конкурс. И у нас был опыт. И я видела, что иногда встречаются ситуации, когда фамилия автора дипломной работы, она не извлекается. То есть остается вот здесь пустое место. Либо один был случай, когда извлеклась фамилия научного руководителя вместо студента. Если у нас ничего не извлеклось, мы можем вручную скорректировать. Вот здесь имеется кнопочка «Редактировать свойства». Внесли фамилию, имя, отчество, сохранили, и самоцитирование будет пересчитано. Если мы забыли, поле оставили пустым, самоцитирование будет всегда ноль. Ну и вторая возможность работы с этим же показателем – это ручная корректировка типа источника в отчете. Например, студент выступал на студенческой какой-то научной конференции, его доклад выложен в интернете где-то, попал он там в сборник или на сайт конференции, и вот совпадение с интернетом. В этом случае у проверяющего, у преподавателя, у ответственного есть возможность вручную изменить тип источника на самоцитирование, и тоже процент будет пересчитан, уже это будет все отнесено к самоцитированию. Поэтому вывод какой – либо мы процент самоцитирования суммируем с процентом оригинальности, это я имею в виду сейчас именно студенческие, дипломные работы, я не имею сейчас в виду ни в коем случае научные статьи, да, или там еще что-то, вот, либо источники самоцитирования можно отключать на том основании, что это принадлежит тоже автору работы. Так, ну теперь давайте мы сделаем небольшую рекламную паузу. Я обещала, что я расскажу про наш онлайн-курс, курс повышения квалификации, который мы проводим совместно с Директ Медиа. Курс называется «Современные технологии проверки научных и учебных текстов на заимствование в системе антиплагиат». Он имеет объем 72 академических часа, он проходит в формате живых вебинаров, то есть это не видео, это живой лектор, с которым вы можете общаться. Мы включили в него 7 тем и 7 практикумов. Ну, почти по каждой теме есть практикум, там за исключением одной, по одной теме есть даже два практикума. То есть наш курс, он отличается от обычных вебинаров тем, что он носит практикоориентированный характер. Мы предоставляем нашим студентам, нашим слушателям на период обучения доступ к системе антиплагиат ВУЗ, чтобы вы не тратили проверки вашей организации. Мы предоставляем пакет методических рекомендаций, и у нас много практических заданий. По каждому заданию вы получаете обратную связь от преподавателя. То есть вы не просто прослушали теорию, да, и дальше пошли сами разбираться. Вы теорию подкрепляете практикой и получаете обратную связь от преподавателя. Старт курса 26 октября, уже совсем скоро. Значит, авторы и ведущие. У нас на самом деле международный коллектив авторов. Два человека из Российской Федерации, один автор из Беларуси. Ну, можно подробнее посмотреть, почитать на соответствующей странице. Так, я давайте тоже сейчас на всякий случай дам ссылочку в чат, если вас заинтересовало. А, отлично, Татьяна, большое спасибо. Уже ссылочка в чате, да, тогда не отвлекаемся. Значит, программа курса, посмотрите, пожалуйста, вот что это за семь тем. Да, мы рассматриваем не только, собственно, систему антиплагиат, вот как с ней работать, как загрузить, как отредактировать отчет, как выгрузить справку. Мы рассматриваем методологию внедрения и использования системы антиплагиат в научной организации, в образовательной организации. То есть наш выпускник, назовем его так, он сможет не только сам проверять работы, он сможет еще организовать в своем ВУЗе, в своем университете или в своем НИИ, организовать процесс проверок. Это не так просто, как кажется на первый взгляд, да, чтобы все это заработало. В том числе мы, у нас есть практикум по составлению фрагмента регламента. Мы это делаем и даем обратную связь. Мы рассматриваем такую тему, же вытрепещущую, как попытки искусственного повышения процента оригинальности текста, то, что очень часто делают студенты, и не только студенты, но и взрослые авторы, которые пишут, скажем, научные статьи, как это увидеть, как это распознать, и как доказать, собственно, этому автору, что дело нечисто, да, что ты вот тут в чем-то нехорошем замешан, потому что авторы спорят. У нас есть оценка, отдельно рассматривается правомерность и заимствование в учебных работах, отдельно в научных работах, то есть в диссертациях и в научных статьях. Мы рассматриваем подробно такой инструмент, такой функционал, как взаимодействие преподавателей и студентов в системе антиплагиат. Очень многие, даже наши подписчики, не знают об этом функционале, о том, что студенты могут, оказывается, сами загружать работы, а преподавателю остается только посмотреть на полный отчет, преподаватель может студенту дать обратную связь. Сейчас у нас появляется новая возможность, можно писать комментарии прямо в отчете своему студенту, и студент все это увидит, какие замечания, прямо под каждой соответствующей строчкой, да, это очень удобно. Более того, если вдруг, ну, я очень надеюсь, что у нас эпидемиологическая ситуация будет сохраняться хорошая, позволит нам учиться, студентам нашим учиться в очном формате, но если вдруг это все можно делать дистанционно, то есть преподаватель у себя дома работает, студент у себя дома работает, здесь нет никаких ограничений, здесь нужен только интернет. Вот, таким образом студент может доработать свою работу, загрузить обратно на проверку. Вот все это взаимодействие мы проделываем с вами руками на нашем курсе, то есть вы побудете и в роли преподавателя, который получил студенческую работу на проверку, и в роли студента побудете, который свою работу загрузил и отправил преподавателю, и вот что же он увидит. Ну и, наконец, коротко рассматривается тема администрирования системы антиплагиат, если на вас такая задача возложена. Значит, я хочу сказать, что этот курс мы проводим уже второй раз. Первый раз мы его проводили вот в январе-феврале текущего года. У нас были участники не только из России, но и из Казахстана, из Республики Беларусь. Вот здесь я привела несколько отзывов. Ну вот первый отзыв вы видите, да, что доброй половины возможностей я не знала, и моя первоначальная оценка степени владения функционалом системы, имеется в виду антиплагиат, по десятибальной шкале была завышена раза в два. То есть говорит о том, что человек для себя много нового открыл. Люди отмечают важность практического, возможности практической работы, да, и важность обратной связи. Ну, не буду, опять же, все это зачитывать, вы все это видите на слайдах. То есть вот это живые отзывы живых участников, которые мы опубликуем с их, разумеется, разрешения. Поэтому добро пожаловать. Вот в чате вы видите ссылочку, да, и отмечу еще, что для наших корпоративных клиентов, для тех, кто является нашими подписчиками, предусмотрена скидка. Все это можно посмотреть по ссылочке. И также скидка предусмотрена, если от вашей организации учатся несколько участников. Не один человек, да, несколько участников, там идет тоже групповая скидка. Вот все подробности по ссылке, там все это очень подробно расписано. Вот, ну, поэтому, коллеги, совет номер пять – регистрироваться и приходить на онлайн-курс повышения квалификации. Можно сейчас себе открыть в дополнительной вкладке, да, по окончании вебинара посмотреть подробнее, да, если сейчас вы не хотите отвлекаться. Коллеги, мы с вами рассмотрели цитирование и самоцитирование, но, как вы понимаете, этим история не заканчивается. Да, то есть может ли такое быть, что у студента в работе неправомерные заимствования? Конечно, да, такое бывает. А может ли такое быть, что у студента в работе заимствования правомерные, но они покрашены в отчете системы антиплагиат красным цветом? Да, такое может быть. Давайте разбираться. Ну вот, в качестве примера хочу привести переводные заимствования. Системы машинного перевода, они сейчас доступны, бесплатны, и поэтому студенты, недобросовестные студенты этим пользуются. Они находят подходящую статью или подходящую работу, переводят на другой язык и сдают как свою собственную, ну или кусок работы без какой-либо ссылки. То есть я ничего не имею против, когда заимствуются из переводных источников и ставят ссылку. Это совершенно правомерная практика, да, и хорошо. Но когда этот текст преподносят как свой собственный, ну извините, это уже действительно плагиат. Обнаружить такие заимствования очень сложно, по понятным причинам, что перевод — это штука неоднозначная. Дайте двум переводчикам один и тот же текст, они переведут его по-разному. Смысл сохранится, да, а слова будут немножко отличаться. Поэтому, в общем-то, мы в компании «Антиплагиат» мы гордимся тем, что нам удалось разработать модуль поиска переводных заимствований. Сейчас у нас представлены вот такие пары языков. Здесь они не все, да, то есть в настоящий момент это 15 ведущих мировых языков в любых сочетаниях. И к 22 году у нас поставлена такая амбициозная цель, чтобы это было уже 100 ведущих мировых языков в любых сочетаниях. Как это работает? Ну вот я здесь привела фрагмент работы на крыгызском языке. Честно вам скажу, это не чья-то конкретная работа, это мы сами взяли кусочек, да, перевели, чтобы показать вам, как это функционирует. То есть вы видите, что фрагменты маркированы красным цветом, и как источник идет модуль поиска переводных заимствований по e-library кыргызский русский. То есть что это значит? Взяли источник русскоязычный, перевели на кыргызский язык и представили вот здесь. Но я не знаю, насколько хорошо видно, достаточно мелкий текст. На самом деле тут есть ссылочки. Вот видите, идет страница 5, страница 16 и еще там что-то, да. Вроде бы ссылка есть, но посмотрите, 80 с лишним процентов совпадений. Но если это дипломная работа, то это говорит о том, что она выполнена несамостоятельно. Другое дело, если это реферат. В реферате может быть, конечно, 80 процентов заимствованного текста, безусловно. То есть очень много нюансов. Нужно смотреть, есть ли ссылки, нужно смотреть, насколько оправдан объем заимствований и так далее. При этом важно, что можно всегда перейти к первоисточнику. То есть вот тут есть ссылка. Вот в нашем случае это e-library. Можно найти саму же эту статью на русском языке, которую перевели на другой язык. Вы видите, в e-library умеете пользоваться. Можно сопоставить эти тексты и провести анализ. А действительно ли имело место переводное заимствование и в какой степени, если такая необходимость возникает. Еще одна история это перефразирование. Мы с вами говорили про дословное цитирование, но в работах также студенты используют перефразирование. То есть это может быть как инструмент косвенного цитирования. Когда я не беру дословный текст, а излагаю своими словами, ставлю ссылку и упоминаю источник в списке литературы. Это корректная правомерная практика. Другая история, когда это попытка скрыть неправомерные заимствования. То есть я взяла чей-то текст, перефразировала его, ссылку не поставила, преподношу это как мой собственный текст. Как будто бы это я написала сама. То есть это уже неправомерные действия, неэтичные. Поэтому в системе антиплагиат существует специальный модуль поиска перефразирований, который как раз позволяет вот такие заимствования обнаруживать. Этот модуль, он работает по модулям интернет и e-library. И я должна тоже сказать, что вот такие перефразирования, они всегда маркируются как заимствования, то есть красным цветом. Ну, например, мы взяли кусочек из Википедии. Вот вы его видите сейчас слева. Просто скопировали текст из Википедии. Справа мы этот фрагмент перефразировали. То есть мы некоторые слова заменили синонимами, изменили форму слова и так далее. Ну, вы видите, да, обязательный признак, необходимый атрибут. Неправомерное использование, незаконное применение и так далее. Вот такие фрагменты легкой степени перефразирования, они будут маркированы как заимствования. Вот вы видите на слайде тот самый абзац, вот вы видите необходимый атрибут, плагиат и так далее. Вот пометочка источник номер один в Википедии. Вот это модуль поиска перефразирования по интернету, то есть система нам показывает, что это перефраз. Что нас здесь будет интересовать, есть ли ссылка. В нашем случае ее нет. Вот эти два примера перефразирования и переводные заимствования, они очень четко нам показывают, что нужна оценка правомерности обнаруженных заимствований. На что мы должны посмотреть? Мы, я имею в виду, те, кто работы проверяет, не те, кто их пишет. Не является ли этот кусочек самоцитированием? Если является, значит, изменить тип источника. Выделено ли заимствование кавычками? Если это дословное цитирование, кавычки необходимы. Если их нет, значит, замечание студенту, что ты некорректно оформляешь. Есть ли ссылка-сноска на источник в тексте работы и корректно ли она расположена? Это очень часто студенческая ошибка, что я в список литературы включил же, ну и все, зачем я буду в тексте ставить ссылку? Нет. Студент, ссылка, вот сколько ты раз заимствовал из этого источника, каждый раз ты ставишь ссылку. Эта ссылка должна стоять так, чтобы мы понимали, какой объем ты взял у этого автора, да? А то знаете, как делают студенты? Ссылку ставят в начале, там одно предложение, ссылка, а дальше еще три абзаца заимствованы, но уже непонятно. В какой части обнаружено заимствование? Потому что одно дело, если это в обзорной, там это допустимо, со ссылкой, безусловно, да? Если это результаты выводы, то вопрос, почему же ты сам не написал самостоятельно результаты и выводы? В чем тогда твой вклад в этой работе? Если это все выполнено, то насколько обоснован объем? Вот как я показала в примере, ну 80%, но только если это реферат. Вот, еще один момент, когда была написана работа. Если по каким-то причинам, допустим, был академический отпуск, еще что-то, проверяем мы работу, которая была написана какое-то время назад, то более поздние источники мы смело можем отключать. Вот, как это делается, я покажу. Итак, следующий совет, это необходимо оценивать правомерность и корректность заимствований. То есть нам нужно понимать, что система антиплагиат дает результат предварительный. Система антиплагиат, да, показывает совпадение текстов, но не устанавливает первоисточник. И окончательное решение о правомерности того или иного заимствования принимает тот, кто проверяет работу. Не компьютер, не система антиплагиат, а тот, кто проверяет. Что же делать, если вы видите, что заимствование правомерно, а система антиплагиат, скажем, выделяет его красным цветом? Значит, первая возможность. Можно этот источник отключить. У нас имеется под каждым источником кнопка «Корзина». Можно выбрать причину. Сейчас вот такое экспертное редактирование отчета. Вы можете выбрать причину, вы можете указать свою причину, исключить источник, и результат будет пересчитан с учетом этого отключения. Ну, например, если этот источник опубликован позже, чем сама работа написана. Я не буду весь перечень причин озвучивать, их здесь очень много. Можно изменить тип источника. Скажем, если вы убедились, что везде этот источник используется правомерно, есть кнопочка «Крандаш», и мы его изменяем, например, с заимствования, как в моем примере, изменяем на цитирование. А причина, да, весь текст источника использован правомерно. Например. Или это может быть нормативно-правовой акт. Или это может быть стихотворные цитаты в работе по филологии и так далее. Сохраняем, и у нас идет пересчет результатов проверки. Наконец, помимо того, что можно отключить источник целиком, можно отключить отдельный заимствованный блок. Я показывала это на примере списка литературы, как самого такого объемного куска, который отключают. И вот вы видите, да, вот он был зеленый. Кликнули мышкой, отключить, и он стал серый, и учитывается как оригинальный текст. Но, в принципе, вы можете отключить любой фрагмент, если вы считаете, что это правомерно. Это вполне допустимая практика. Вся история редактирования, она сохраняется. То есть всегда можно посмотреть, что же произошло. Вот здесь у нас на слайде показано. Более того, если документ потом проверяется повторно, то формируется еще один отчет. И каждая корректировка, которая вносится, она тоже хранится в истории отчета. В PDF-формате и в версии для печати сохраняются, обратите внимание, вот на колоночку «Комментарии». Сохраняются причины. Вот источник был отключен. Причина – копия проверяемого документа. Или тип источника изменен. Заимствование на цитирование. Причина – весь текст источника использован правомерно. Также здесь можно оставить комментарии свои. Потому что если у вас много студенческих работ, то вы иной раз просто забываете, что вы тут такое увидели, почему вы приняли такое решение. И вы можете здесь оставить комментарий. Он также будет здесь сохранен. И никуда он не денется. Этот комментарий будет зафиксирован. Поэтому, коллеги, не бойтесь редактировать полный отчет. Это необходимо делать. Вот есть три способа, повторюсь. Это отключение источника. Это отключение отдельных заимствованных блоков, то есть отдельных фрагментов текста. И это изменение типа источника. Например, заимствование на цитирование, на самоцитирование. Можно, кстати, и наоборот. И соответствующий пересчет результата. И здесь мы приходим, наверное, к самому важному моменту. Чтобы вот это все работало, конечно, в ВУЗе необходим регламент, который будет регулировать проверки работ на заимствование. В котором мы зафиксируем, во-первых, что считать правомерным заимствованием, что неправомерным. Права и обязанности проверяющего, что он должен анализировать отчет, и он имеет право редактировать его. Порядок принятия решения по результатам проверки. Порядок апелляции. Студент, если он не согласен с результатами проверки, что он может сделать, что он должен сделать. Скажем, написать заявление, и создается на кафедре, на выпускающей кафедре создается комиссия, которая еще раз его работу рассматривает, и студент может аргументировать, почему он считает, что эти заимствования правомерны. Ответственность. Ответственность авторов, я имею в виду студентов. Что будет, если в моей работе будет обнаружен плагиат? Что будет, если в моей работе будут обнаружены технические обходы, то есть попытки маскировки заимствований? Это выговор. Это отчисление. Что? Меня не допустят до защиты. То есть студенты очень четко должны понимать, что ответственность лежит на них. Со студентами нужно работать, безусловно, иначе результат никакого не будет. Ответственность проверяющего. Если я посмотрел только на проценты, сделал вывод, не глядя в отчет, то какова будет моя ответственность? Что? Что? Что мне за это будет? С другой стороны, регламент – это очень полезная штука, потому что он позволяет проверяющему аргументировать свои действия. Ведь почему страшно взять на себя ответственность? Потому что в нашем обществе боятся обвинений, не знаю, в коррупции, в чем-то. Так, а почему вы отключили у этого студента вот эти источники? Он вам взятку дал или что? Почему вы отключили? С какой стати? А когда есть регламент, мы говорим, вот, согласно регламенту, вот такие заимствования являются правомерными. Поэтому эти источники я изменил там тип источника, скажем, заимствование на цитирование. А вот эти источники я отключил, потому что они более поздние по дате, ну, например. То есть регламент, он очень упорядочивает все процессы и позволяет избежать каких-то конфликтных ситуаций, каких-то обвинений совершенно неуместных, да, он позволяет избежать. Вот. Но, конечно, разработка регламента — это отдельная совершенно тема. В нашем курсе мы посвящаем достаточно много времени именно разработке регламента и выполняем практику, когда вы сами разрабатываете кусочек регламента и получаете обратную связь у преподавателя по этому регламенту. Так, значит, ну, коллеги, я обещала рассказать, как можно более подробно, более детально ознакомиться с возможностями системы антиплагиат. Это очень просто на самом деле. Нужно зайти на сайт antiplagiat.ru и оставить заявку на бесплатный тестовый доступ. Подчеркну только, что эта заявка — это предложение для юридических лиц. То есть если вы представляете университет, журнал, издательство, научную организацию, пожалуйста, оставьте нам заявочку, с вами свяжется наш менеджер и обговорит с вами все детали. Если вы физическое лицо, вы частное лицо, пожалуйста, заходите на сайт antiplagiat.ru, там есть раздел, который так и называется, для частных пользователей, и там вы можете как частное лицо использовать систему. И еще я хочу пригласить вас на замечательное событие, которое пройдет уже 20-22 октября. Это научно-практическая конференция «Обнаружение заимствований», которая в этом году пройдет уже в шестой раз. Пройдет она онлайн. Участие в ней совершенно бесплатно. Можно уже, даже не можно, а уже нужно регистрироваться. То есть регистрация открыта. И я сейчас даю тоже, так, даю в чате ссылочку, если вас интересует. Я должна сказать, что вот за 6 лет своего существования конференция, конечно, очень выросла. И в этом году у нас планируется очень много зарубежных спикеров. То есть вы сможете себе составить представление не только на основании выступления коллег из России и стран постсоветского пространства, но и спикеров из Европы, Соединенных Штатов Америки. То есть это уже становится такой мировой, что ли, мировой масштаб приобретает. Вы можете узнать о мировых проблемах, связанных с плагиатом, с заимствованиями. Я надеюсь, что конференция в этом году будет очень интересная. Она пройдет в 3 дня. Вот, Оксана пишет, что уже зарегистрировались. Отлично. Ну, кто еще не успел, приходите. Приходите обязательно. Вот. Ну и в завершение хочу повторить приглашение на наш онлайн-курс «Современные технологии проверки научных учебных текстов на заимствование в системе антиплагиат». Повторюсь, он начнется уже совсем скоро, 26 октября. Для наших корпоративных клиентов, корпоративных пользователей есть хорошие скидки. Также есть скидки за групповое участие, если вы как юрлицо регистрируетесь. Но все подробности, они все доступны по ссылочке. Я вот надеюсь, что Татьяна сейчас еще разок ссылочку продублирует. Так, значит, я теперь перейду к вопросам. Я оставлю здесь слайд с контактами, да, чтобы он у вас был перед глазами. Перейду к вопросам. Так. Так. Лира Монахова. Можно ли экспертам антиплагиат заказать официальную справку о наличии плагиата в работе? Лира, я не ошибаюсь, что вы у нас учились на курсе, да? Я просто чувствую, что знакомая фамилия. Коллеги, нет. Эксперты компании антиплагиат не занимаются экспертизой работ. Мы являемся IT-компанией, которая является разработчиком программного обеспечения. То есть мы не выполняем экспертизу. За экспертизой вы можете обратиться в РГБ. Это официально, ну, я, по крайней мере, знаю вот такую возможность. Это официальное заключение экспертов Российской государственной библиотеки. По-моему, они проверяют диссертации. Насчет научных статей не уверена, но можно посмотреть на сайте РГБ. Так. Марипа, простите, я не уверена, что правильно ставлю дарение стоимость для физических, видимо, лиц. Смотрите. Зайдите, пожалуйста, на сайт antiplagiat.ru в раздел для частных пользователей. Там вы найдете полную информацию по тарифам. Потому что одно дело, когда вам нужно совершить одну проверку, да, свою работу проверить. Другое дело, когда вы преподаватель, вам нужно проверить работы целой студенческой группы, да. То есть, как говорится, оптом дешевле. Насколько я помню, одна проверка для физических лиц стоит сейчас 270 рублей. Вот. Дальше вы можете выбирать тот тариф, который вам оптимально подходит. Так. Так, коллеги, есть ли у нас еще вопросы? Давайте я сейчас посмотрю в чате. Так, вот Татьяна, спасибо, дублирует еще раз ссылочку на онлайн-курс. Ну что ж, я так понимаю, что на все вопросы я ответила. Если вдруг вопросы появятся, то, пожалуйста, вот наши контакты на слайде. Пишите, звоните, с удовольствием ответим. Подключайте тестовый доступ и приходите на наш онлайн-курс. Коллеги, спасибо большое за внимание. Всего доброго.